Земляне, можно сказать, что это одна из первых кавер-групп, наверное. Мы верили в счастливое будущее. Я вам этого и желаю. Я не ощущаю себя москвичом до сих пор. По Питеру у меня ностальгия. Всю свою жизнь, в общем-то, подарки я делал себе сам. Летние пионерские лагеря. Я был пионером Ленинградского ликероводочного завода, пионерского лагеря. Факел назывался этот пионерский лагерь. Там был замечательный совершенно шофер дядя Вася. А так как я был блатной, но не я один, собственно, сын директора пионерского лагеря, сын шофера, сын врача, сын повара. Но такие блатные были дети, которым не надо было на линейку ходить, строиться. Купаться можно было когда угодно. Тихого часа не было. И я был совершенно мелкий такой. И очень мне нравились машины всегда. Ну и вообще руки у меня из нужного места произрастают. То есть я и моделирование много занимал. Ну, короче говоря, дядя Вася, проезжая мимо изолятора, а моя мать была врачом в этом лагере, замечательно. И вот я, как только, собственно говоря, ходить научился, я вылетал оттуда из этого изолятора и прыгал в этот газон 51-й ему на колени и рулил. Вот мы ехали с ним за молоком, потом обратно. Ну, это вообще что-то было невообразимое. А ликерово-водочный завод, наверное, имел лучший пионерский лагерь, вы сами понимаете, потому что люди, ну, как бы, к продукции ликерово-водочного завода всегда относились с любовью и уважением. Вот. Мало того, приезжали западные делегации делиться опытом в пионерский лагерь. Поэтому дети, допустим, когда проводились Олимпийские игры, четырех лагерей, жевали жвачку. Вот. Что было, конечно, для других просто, они просто слюной исходили. Ну, и вообще, советская, вот это, если отбросить идеологию, которая была, я считаю, конечно, излишней в пионерских лагерях, то, наверное, это самые лучшие моменты. Ну, так получилось, что подарки мне особо никто не дарил, потому что где-то с четвертого класса в семье были проблемы. Вот. Поэтому всю свою жизнь, в общем-то, подарки я делал себе сам. Вот. Ну, а как относиться к подарку, который делаешь себе сам? Ну, я радовался тому, что, допустим, приобрел, когда стал заниматься музыкой, хороший орган. Ну, вот. Это был сначала Велдмайстер двухрядный, потом Вермона двухрядная. А потом дальше так все покатило уже там. Мечта была, конечно, играть на Хамонде. Ну, как все уважаемые доны западные. Ну, совершенно неожиданно получилось, что я поменял Питер на Москву. Дело в том, что у меня по отцу все московские, по матери питерские. Ну, и вот так получилось, что с детского возраста я постоянно ездил Питер-Москва, Москва-Питер. Вот. И, конечно, не ожидал в юности, что уткнусь тут вот в ближайшее Подмосковье, где я проживаю уже 20 с лишним лет. Вот на берегу Пестовского водохранилища. Почему на берегу? Потому что я, как питерский, ну, люблю воду, дождь. И мне не могу, короче говоря, меня не интересует другое местоположение, вот только около воды. Я не ощущаю себя москвичом до сих пор. И по Питеру у меня ностальгия, и я с удовольствием туда езжу, и как-то себя там чувствую, вот, что это мое место. Ну, так получилось. Наверное, Новый год, да. Скорее всего, да. Рождество. Ну, как-то в советское время мы привыкли, что отмечали семейный праздник, Новый год. Потом пришло Рождество. Ну, вот сейчас, все равно, Новый год, он как-то, вот, видимо, привычка. Ну, если брать историю, начиная с 68-го года, вот, то до того, как произошла вот эта вот реорганизация в 79-м, 78-м году, когда старые музыканты ушли, пришли новые, и все поменялось вообще в землянах. Вот, прошло 10 лет. Вот, это была одна из самых таких известных, и, не побоюсь, наверное, во всей стране известных групп. И земляне вот это десятилетие, 68-го, очень много играли. То есть, можно сказать, что это одна из первых кавер-групп, наверное, потому что они так, как играли в Deep Purple, что просто фантастика. По тем временам это было, во-первых, с музыкальной точки зрения. То есть, никто же не знал, что, допустим, играют там наложением Blackmore в записях, пальцы там растягивали, чтобы на лину сыграть все это, пели так же, как Гилланд. В 78-м году произошла как раз вот эта реорганизация старые ребята. Ну, как правило, 10 лет для группы, в принципе, это уже большой срок. У каждого появляются какие-то свои дела, свои проблемы, свои желания. То ли сольные в конце, то ли много... Ну, короче говоря, они разбежались. Как правило, это случается с группами, в которых работают сильные музыканты. Либо сильный вокалист, либо гитарист, правильно? Вот. И они начинают задумываться о сольной конденции. В этом ничего такого нет. По-моему, это происходит в мире, ну, практически у всех, я не знаю. Что касается заниматься, у кого я в молодости училась, то это как раз у западников. А потом так получилось, что со многими, собственно говоря, и работают. Вот Курт Хаунштайн, Супер Макс, он недавно ушел, Макаферти. И вот у них, собственно, я помню, на танцах мы очень много в Юрахип играли. Байрон тогда был такой вокалист первый. Вот, я, собственно, и снимал. Этому вокалу нигде не учили. Я имею в виду рок-вокалу. То есть, как связками там пользоваться. То есть, это же разные вещи, там, оперный вокал или... Вот, ну вот, у них учился, собственно говоря. Это мои кумиры и были в свое время. Ну, а сейчас я подрос уже. Мне больше всего нравится кораблик. Маленький кораблик медленно волна уносит вдаль. Терять его так жаль. Ну, это я так, тихонечко. Русский народ, он терпеливый. Ну, так чего тут можно позоверить? Терпение. Когда-нибудь, конечно, все это негативное, что происходит, закончится. Может быть. Вот. И мы все заживем. Как нас учили пионеров-то, я имею в виду, и октябрят. Вот. Мы верили в счастливое будущее. Вот. Я вам этого и желаю. Верить в счастливое будущее. Возможно, оно настанет. Я Сергей Скачков. Смотрите меня на Калейдоскоп ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...